вот с этой дубовой аллеи я хочу передать привет анне перматовой которая запустила эстафету цветочных блогеров когда-то мы ходили друг другу на канал почаще но у нас разная тематика поэтому возможно я что-то пропустила но она пыталась вырастить дубы не знаю что у нее получилось возможно ответит ну а здесь в латвии вот такие дубовые аллеи растут вот здесь я специально посчитала она очень длинная аллея 161 дуб не знаю сколько им лет но они такие уже серьезные растения да вот такие мощные растения но они боятся заморозков однажды у нас была такая весна холодная и все дубы пожелтели вот стали такие коричневые листья у них весной заморозка но потом отошли все равно конечно не позеленели но вот такая была история здравствуйте дорогие мои зрители подписчики с вами людмила канал мои 25 соток я приняла эстафету передала мне ее лариса из беларуси и канал называется рослины эстафета цветочных блогеров и поэтому когда я смотрела некоторые видео с эстафеты этой и понимала что я не буду участвовать нет потому что у меня другое направление в основном но понимаете передала лариса начала я запустила эту эстафету анна перматова история повторяется когда-то четыре года назад тоже такая ходила эстафета в ю тубе и мне ее передала анна перматова я передала ларисе у них уже были такие продвинутые большие каналы и упоминания о моем канале на их каналах знаете сразу привлекло зрителей к моему моим 25 соткам появились новые подписчики новые зрители и как-то у меня дело пошло получше и вот я считаю что я просто не могу отказаться потому что присылает лариса лариса ведет свой канал именно цветах она ведет его грамотно красиво потому что педагог потому что у нее два высших образования и она вот мне нравится когда начинает одну тему она вот на эту тему все внимание не передвигает свое внимание на другое иногда вот я этим грешу она выращивает растение вот именно из семян у нее много там всяких всяких вот именно эти однолетки которые нужно продавать как рассаду выращивать сначала в домашних условиях рассказывает все про посевы плотность посева сроки ассортимент какая какое растение может выдержать какую-то затененность особенно когда в теплице а какой обязательно нужно поставить на верхней полке вот это все очень очень дотошно красиво так и в общем для новичков это самое то вот а у меня направление совсем другое но хорошо приступаем первый пункт рассказать о себе но вы заметили она перматова очень тактичный человек и там есть такое маленькое примечание по желанию рассказывать о себе так что я сразу перехожу ко второму пункту мое направление я пыталась рассказать что-то себе честно говорю но как-то все коряво получается и мне не нравится я решила упустить этот пункт воспользоваться этим примечанием ну вот направление мое основное я занимаюсь зеленью когда-то когда-то в 90-е годы мы занимались этим серьезно всей семьей у нас был участок сначала около дома теплицы а потом купили еще землю там речка протекает и вот можно было организовать полив и мы там выращивали всякие овощи и капусту и морковь и огурцы и вас основная у нас было это кабачки вот им требовался полив в основном но это все тяжелый физический труд я вам так скажу 90-е годы можно было нанять людей и не надо было официально как-то все это оформлять потому что но вы помните если кто-то если кто-то помнит выживали как могли все а потом постепенно все это время шло дети мои выросли два сына выросли уже у них свои семьи своя работа и мне не нужно уже заниматься этими большим большими огородом я перешла на свой маленький только участок у меня двадцать пять соток но на них на этих сотках конечно стоит мой дом хозяйственная постройка газоны но и сама площадь не такая уж большая для того чтобы вести бизнес и причем я торгую на оптовом рынке поэтому как-то я напряглась и вот придумала такой способ что я могу по несколько урожаев с одной и той же площади собирать выращиваю теперь зелень только через рассаду кассетная рассада у меня много видео как я сею ранее ранее весной и как вырастить эту рассаду когда жарко и когда уже под осень что я могу выращивать ну короче у меня там много всего потому что это мой основной вид деятельности я об этом и рассказываю конечно у меня есть компостные такие ящики большие где я складываю каждую травинку чтобы у меня был компост чтобы немножко как-то эту землю облагородить чтобы она давала такие урожаи не на минеральное удобрение это все у меня рассчитано у меня есть красный калифорнийский червь чтобы тоже эти биогумусом удобрить теплицы ну короче вот так происходит у меня все ну и поскольку эстафета это цветочная расскажу про мой цветочный бизнес маленький начала я лет пять назад и в первый год посадила всю такую рассаду знаете алису бархатцы бальзамины потом у меня еще были анютины глазки и кустовая простая простая петуния все это из семян но семена у меня хорошо взошли все это пикировка это у меня все мне все это нравится все шло хорошо и в тот год такая весна выдалась затяжная ночью заморозки а если ночью заморозки значит днем это солнце светит во сто крат и растения мои высыхают мы тогда работали даже втроем растения высыхают нужно их поливать они теряют цвет нужно их удобрить они значит и растут неимоверно их нужно было обрезать и вот это потом у меня еще было немного горшков я покупала оперу четыре цвета у меня все эти были все это значит эти горшки все под самой крышей теплицы под самой пленкой все тоже пересыхала все перерастала знаете я подумал что попала если вот существует ад то я в него попала вот такое у меня было отношение вот такое было настроение короче в тот год я нисколько там не заработала ничего на этой рассаде потому что когда уже вышли с рассады было уже поздно у всех все перерастало все давали по такой бросовой цене короче я многое выбросила просто кое-что продала но все я решила что больше никогда ни за что но в этот же год у меня было немножко вегетативки просто попробовать решили когда у меня уже были цветы куплены уже это семена и тогда только я узнала что есть вегетативный что может вот таким способом вырастить и тогда попробовали да вот вегетативные растения мне быстро продали продались и было выгодно и я еще собирала черенки там безумственно все это все это делала вот это мне было понравилось и я решила что я буду вращаю тогда вегетативку и вот да на следующий год уже взяла вегетативные только было хорошо брала всегда от дюмэн оранж была рядом эта фирма а теперь перенесли ее подальше я не могу воспользоваться но все-таки нашла в этом году в этом году тоже заказала дюмэн оранж свои любимые белые оригами они всем зрителям моим нравились и вот наконец-то я ну знаете даже боюсь надеяться будет будут они или нет потому что заказала немножко поздно нужно пораньше ну опять же нам повезло у нас есть три фирмы где мы можем заказывать вегетативные черенки евро черенок как идет в youtube и как-то так его называют но нужно заказывать тогда целую кассету а уже когда-то в декабре можно заказывать четверть кассеты вот я так заказала калибрахова по четверть кассеты 100 штучек у меня будет и заказала вот оригами еще там кое-что вербена будет виста обязательно виста и будет у меня еще ампельная беларгония такая мелко цветковая какая у меня была на балконе когда-то росла вот такая тоже будет если конечно выполнится эти заказы но надеюсь это будет 11 12 13 недели довольно поздно а нам в латвии повезло дважды не потому что только у нас есть три фирмы для евро черенка где можно заказать но еще что второе воскресенье мая об этом году это бы 12 мая у нас день матери и вот этот праздник можно сравнить с 8 марта с первым сентября потому как берут цветы и вот в это время именно берут вот эту горшечную нашу наше кашпо пользуется спросом и я постараюсь вырастить такие красивые конечно хочу вырастить и еще я скажу так я почти не черенкую потому что я просто покупаю сразу черенок попозже это мне показалось выгоднее не надо рано топить теплицу в общем то как с каждым годом и все учимся вот так у меня происходит но и теперь время открыть секрет и секрет у меня знаете такой знаете вот есть такое выражение жизнь штука легкая если вам что-то тяжело дается значит вы это делаете неправильно вот когда не зря я вам рассказала про этот ад со цветочной рассадой вот я все делала неправильно все у меня не было хороший системы поливом у меня не было капельного капиллярного мата где бы растение могли подольше стоять на влажной такой почве я подвешивала растения они у меня висели по самым пленкой их нужно было вот эти кашпо нужно было снять каждый полить повесите назад это было все очень трудно сейчас у меня хорошая система полива сейчас у меня есть капиллярный мат, и растения, вот эти все кашпо у меня висят на уровне моих глаз. Я иду, несколько раз в день могу пройти, увижу, если кто-то выходит из берегов, где-то отщипну, где-то прищипну макушечки, где-то еще что-то сделаю, посмотрю, сухие они или нужно им поливать, или еще потерпят. Потом удобрение легче все это полить. Ну, короче, вот это у меня все есть. Калибраху я уношу в конец теплицы, потому что она требует меньше ухода, чем петуния. Петуния быстро разрастается, ей становится тесно, и я все это вовремя замечаю. И поэтому у меня почти нет обрезки, только прищипываю. И вот эта, знаете, обрезка, она же тоже затормаживает рост. И я хочу, чтобы у меня вот к моменту продажи они были пышные, большие, и вот так оно у меня и получается. Вот это мой секрет. Если вам тяжело, значит вы делаете это неправильно. Это присутствует не только вот на наших огородах, даже в жизни. Значит, вы живете не с тем человеком, значит, не так воспитываем там детей, может быть, работаем не на той работе. В общем, жизнь должна быть легкая. И сейчас нужно приступить к очень важному такому этапу. эстафет и передать эстафетную палочку трем каналам. И вот здесь я не справилась. Это у меня уже попытка номер два. Я второй раз записываю это видео. Я назвала три канала, и потом написала им, если вы хотите принять участие, вот я вам передаю эстафетную палочку. Я передам все это, скажу в своем видео. написала, и через тридцать написала им на, ну, такие новые видео. Каждому из трех. Проверила через полчаса. Не было поста моего ни на одном канале. Или эти авторы, не сговариваясь, друженик удалили мой пост. Или YouTube. Ну, может быть, посчитал как спам. Это такое тоже бывает. Там же роботы. Но вторую попытку я уже не стала делать. Мне как-то неудобно. И поэтому, знаете, поступим, давайте так. Если кому-то хочется поучаствовать в эстафете, но как-то вот не дошла до него эстафетная палочка, можно смело сказать, что я вам передаю эту эстафету. Людмила с канала «Мои 25 соток» передали мне эстафету. И продолжают далее по тексту. Будьте смелее, дерзайте. YouTube любит таких людей. Придут новые подписчики, новые зрители. И, возможно, кому-то очень необходим ваш опыт. Именно ваш. Потому что сколько людей, столько мнений. А я с вами прощаюсь. И хочу пожелать тем, кто сейчас отдыхает в зимнее время, хорошего отдыха. А кто трудится, успехов в работе. До свидания. И еще добавлю. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь и нажимайте на колокольчики. Пока. Пока. Пока.